На состоявшемся 30 апреля 2023 года всенародном референдуме граждане Узбекистана, продемонстрировав высокое политическое осознание, правовую культуру и мировоззрение, приняли Конституцию Республики Узбекистан в новой редакции. Накануне 8 декабря праздника главного закона страны во всех учебных учреждениях Республики проводятся различные тематические мероприятия, встречи, конференции. В Алмалыкской дошкольно-образовательной организации номер 16 состоялся утренник, в ходе которого самым юным гражданам страны педагоги объясняли, что такое Конституция, какова ее роль во всех сферах жизни государства. Цель проведения подобных утренников – закрепить знания детей о гражданских правах и обязанностях, сформировать представление Конституции как основного закона государства, знакомство ребят с гражданскими правами. А также в ходе утренника ведется активизация пассивного словаря дошкольников такими терминами, как президент, Конституция, закон. Педагоги преследуют и ряд воспитательных целей, в том числе развитие нравственно-патриотических чувств. Воспитанники доу номер 16 продемонстрировали гостям мероприятие, чему они научились на занятиях, как умеют декламировать стихи, исполнять песни и танцы. Главная идея – Конституция, основа подлинно народного государства, стабильного развития и процветающей жизни, обсуждалась и в ходе духовно-просветительского мероприятия, посвященного 31-й годовщине Конституции Республики Узбекистан, организованного в Алмалыкском городском краеведческом музее. В мероприятии приняли участие сотрудники Центра юридических услуг Департамента юстиции города, активисты Алмалыкского городского отделения Республиканского фонда «Нураний», фонда «Просвещение», творческого объединения «ИЛАК», а также Аксакала Махали, учащиеся школы номер 11 и другие. В программе мероприятия выступили начальник отдела юстиции Анвара Нарбаев, рассказавший об изменении в Конституции новой редакции, руководитель творческого объединения «ИЛАК» Лукман Мусурман, поздравивший всех с праздником и прочитавший стихотворение о Родине. Главными героями мероприятия стали учащиеся пятого класса средней общеобразовательной школы номер 11. Они поделились информацией о законах, содержащихся в Конституции, а также исполнили стихи, песни и танцы. Построение демократического правового государства и гражданского общества в Республике Узбекистан невозможно без использования творческого и духовно-нравственного потенциала личности, интенсивного развития ее социальной активности. Оно предъявляет самые высокие требования гражданину, требует от него самоотверженности, патриотизма и героизма. Эти качества воспитываются у подрастающего поколения, в том числе в ходе вот таких духовно-патриотических мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Узбекистан. Я не злою душу, я не розы и сон душу!